Война и Российская социал-демократия Манифест «Война и Российская социал-демократия» явился первым официальным документом ЦК РСДРП, выразившим позицию большевистской партии по отношению к начавшейся мировой империалистической войне. Манифест был написан 1 ноября 1914 года в виде передовой статьи в номере 33 ЦК РСДРП газете «Социал-демократ», вышедшим тиражом 1500 экземпляров. Манифест получил широкое распространение в России и за границей. В качестве официального документа, излагающего позицию РСДРП по отношению к войне, манифест ЦК РСДРП был послан Международному социалистическому бюро, исполнительному органу Второго интернационала и в некоторые социалистические газеты Англии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии. 13 ноября 1914 года манифест в несколько сокращенном виде был напечатан в номере 265 социалистической газеты «Шентенелли», издававшейся в Швейцарии в Шоденфоне и стоявшей на интернационалистских позициях. По указанию Владимира Ильича Ленина, манифест ЦК РСДРП был послан конференцией социалистов нейтральных стран. В России полный текст манифеста был напечатан в большевистской газете «Пролетарский голос номер 1», изданный ЦК РСДРП в феврале 1915 года. Важнейшие положения и лозунги партии, провозглашенные в манифесте, нашли свое отражение в большевистских листовках, издававшихся во многих крупных промышленных центрах России. Европейская война, которую в течение десятилетий подготовляли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей империалистической стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых восточноевропейских монархий, неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата. Таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны. На социал-демократию прежде всего ложится долг раскрыть это истинное значение войны и беспощадно разоблачить ложь, софизмы и патриотические фразы, распространяемые господствующими классами, помещиками и буржуазией в защиту войны. Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяясь, что ведет войну ради защиты Родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетенных царизмом народов, ради разрушения реакционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их, всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России. На деле эта буржуазия вместе с юнкерами направит все свои усилия при всяком исходе войны на поддержку царской монархии против революции в России. На деле немецкая буржуазия предприняла грабительский поход против Сербии, желая покорить ее и задушить национальную революцию южного славянства, вместе с тем направляя главную массу своих военных сил против более свободных стран Бельгии и Франции, чтобы разграбить более богатого конкурента. Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный с ее точки зрения момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные Россией и Францией. Во главе другой группы воюющих наций стоит английская и французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и культуру против милитаризма и деспотизма Германии. А на деле эта буржуазия на свои миллиарды давно уже нанимала и готовила к нападению на Германию войска русского царизма, самой реакционной и варварской монархии Европы. На деле целью борьбы английской и французской буржуазии является захват немецких колоний и разорения конкурирующей нации, отличающейся более быстрым экономическим развитием. И для этой благородной цели передовые демократические нации помогают дикому царизму еще более душить Польшу, Украину и так далее, еще более давить революцию в России. Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны. Но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны, против буржуазии, как своей страны, так и чужих стран, для этой высокой цели буржуазии каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение своей национальной войны и уверить, что она стремится победить противника не ради грабежа и захвата земель, а ради освобождения всех других народов, кроме своего собственного. Но чем усерднее старается правительство и буржуазии всех стран разъединить рабочих и натравить их друг на друга, чем свирепее применяется для этой возвышенной цели система военных положений и военной цензуры, гораздо более преследующей даже теперь во время войны внутреннего, чем внешнего врага, тем настоятельный долг сознательного пролетариата отстоять свое классовое сплочение, свой интернационализм, свои социалистические убеждения против разгула шовинизма, патриотической буржуазной клики всех стран. Отказаться от этой задачи значило бы со стороны сознательных рабочих отказаться от всех своих освободительных и демократических, не говоря уже о социалистических стремлений. С чувством глубочайшей горечи приходится констатировать, что социалистические партии главнейших европейских стран этой своей задачи не выполнили, а поведение вождей этих партий, в особенности немецкой, граничит с прямой изменой делу социализма. В момент величайшей всемирно-исторической важности большинство вождей теперешнего, второго, 1889-1914 годы социалистического интернационала, пытается подменить социализм национализмом. Благодаря их поведению рабочие партии этих стран не противопоставили себя преступному поведению правительств, а призвали рабочий класс слить свою позицию с позиции империалистических правительств. Вожди интернационала совершили измену по отношению к социализму, голосуя за военные кредиты, повторяя шовинистические, патриотические лозунги буржуазии своих стран, оправдывая и защищая войну, вступая в буржуазные министерства воюющих стран и так далее и тому подобное. Влиятельнейшие социалистические вожди и влиятельнейшие органы социалистической печати современной Европы стоят на шовинистически буржуазной и либеральной, отнюдь не на социалистической точке зрения. Ответственность за это опозорение социализма ложится прежде всего на немецких социал-демократов, которые были самой сильной и влиятельной партией второго интернационала. Но нельзя оправдать и французских социалистов, принимающих министерские посты в правительстве той самой буржуазии, которая предавала свою родину и соединялась с Бисмарком для подавления коммуны. Германские и австрийские социал-демократы пытаются оправдать свою поддержку войны тем, что этим самым они будто бы борются против русского царизма. Мы, русские социал-демократы, заявляем, что такое оправдание считаем простым софизмом. Революционное движение против царизма вновь приняло в нашей стране в последние годы громадные размеры. Во главе этого движения все время шел российский рабочий класс. Миллионные политические стачки последних лет шли под лозунгом низвержения царизма и требования демократической республики. Не далее, как накануне войны, президент Французской республики Пуанкаре во время своего визита Николаю II сам мог видеть на улицах Петербурга баррикады, построенные руками русских рабочих. Ни перед какими жертвами не останавливался российский пролетариат, чтобы освободить все человечество от позора царской монархии. Но мы должны сказать, что если что может при известных условиях отсрочить гибель царизма, если что может помочь царизму в борьбе против всей российской демократии, так это именно нынешняя война, отдавшая на службу реакционным целям царизма денежный мешок английской, французской и русской буржуазии. И если что может затруднить революционную борьбу российского рабочего класса против царизма, так это именно поведение вождей германской и австрийской социал-демократии, которая не перестает нам ставить в пример шовинистическая печать России. Если даже допустить, что недостаток сил у германской социал-демократии был так велик, что мог заставить ее отказаться от каких бы то ни было революционных действий, то и в этом случае нельзя было присоединяться к шовинистическому лагерю, нельзя было делать шагов, по поводу которых итальянские социалисты справедливо заявляли, что вожди германских социал-демократов бесчестят знамя пролетарского интернационала. Наша партия, российская социал-демократическая рабочая партия, понесла уже и еще понесет громадные жертвы в связи с войной. Вся наша легальная рабочая печать уничтожена, большинство союзов закрыты, множество наших товарищей арестовано и сослано. Но наше парламентское представительство, российская социал-демократическая рабочая фракция в Государственной Думе, сочло своим безусловным социалистическим долгом не голосовать военных кредитов и даже покинуть зал заседаний Думы для еще более энергического выражения своего протеста, сочло долгом заклеймить политику европейских правительств как империалистическую. С началом войны депутаты-большевики в Четвертой Государственной Думе Бадаев, Муранов, Петровский, Самойлов и Шагов решительно выступили в защиту интересов рабочего класса. Проводя линию партии, они отказались голосовать за военные кредиты царизму, выступали с разоблачением империалистического, антинародного характера войны. Разъясняли рабочим правду о войне, поднимали их на борьбу против царизма, буржуазии и помещиков. За революционную деятельность во время войны депутаты-большевики были преданы суду и сосланы в Сибирь. Смотря в этом статью Владимира Ильича Ленина, что доказал суд над РСДР фракции. Полное собрание сочинений, том 26, страница 168-176. И несмотря на удесятеренный гнет царского правительства, социал-демократические рабочие России уже издают первые нелегальные воззвания против войны, исполняя долг перед демократией и интернационалом. Вскоре после начала войны Петербургским комитетом большевиков была издана листовка с призывом к рабочим и солдатам организовываться для борьбы против войны и самодержавия с лозунгами «Долой самодержавную монархию!» «Да здравствует социализм!» «Да здравствует демократическая республика!» В августе Петербургский комитет выпустил еще одно нелегальное воззвание против войны с призывом организовываться и запасаться оружием. Если представители революционной социал-демократии в лице меньшинства немецких социал-демократов и лучших социал-демократов в нейтральных странах испытывают жгучие чувства стыда по поводу этого краха второго интернационала, если голоса социалистов против шовинизма большинства социал-демократических партий раздаются и в Англии, и во Франции, если оппортунисты в лице, например, германского социалистического ежемесячника, давно стоящий на национал-либеральной позиции, вполне законно торжествуют свою победу над европейским социализмом, то наихудшую услугу пролетариату оказывают те колеблющиеся между оппортунизмом и революционной социал-демократией люди, подобно центру в германской социал-демократической партии, которые пытаются замалчивать или прикрывать дипломатическими фразами крах второго интернационала. Напротив, надо открыто признать этот крах и понять его причины, чтобы можно было строить новое, более прочное социалистическое сплочение рабочих всех стран. Оппортунисты сорвали решения Штутгартского, Копенгагенского и Базельского конгрессов, обязывавшие социалистов всех стран бороться против шовинизма при всех и всяких условиях, обязывавшие социалистов на всякую войну, начатую буржуазией и правительствами отвечать усиленную проповедью гражданской войны и социальной революции. Международный социалистический конгресс в Штутгарте Седьмой конгресс Второго интернационала происходил с 18 по 24 августа 1907 года. На конгрессе присутствовало 886 делегатов, представителей социалистических партий и профессиональных союзов. РСДРП была представлена 37 делегатами. В состав делегации большевиков входили Ленин, Богданов, Гольденберг, Мешковский, Кнунянц, Литвинов, Луначарский, Симашко, Цхакая и другие. Конгресс рассмотрел вопросы. Первое. Милитаризм и международные конфликты. Второе. Взаимоотношения между политическими партиями и профессиональными союзами. Третье. Колониальный вопрос. Четвертое. Иммиграция и эмиграция рабочих. И пятое. Избирательные права женщин. Во время Конгресса Владимир Ильич Ленин проделал огромную работу по сплочению левых сил в международной социал-демократии, решительно борясь против оппортунистов и ревизионистов. Организованные Лениным совещания с представителями левых Цеткин, Люксембург, Тышка, Ледебург и другие были первым шагом к сплочению революционных марксистов в международном социалистическом движении в эпоху империализма. Ленин принял участие в работе комиссии по главному вопросу – милитаризм и международные конфликты. При обсуждении проекта резолюции, внесенного Бебелем, Ленин своими поправками, поддержанными представителями польской социал-демократии, добился коренного изменения его в духе революционного марксизма. Принятие резолюции, милитаризм и международные конфликты явилось огромной победой революционного крыла над оппортунистическим в международном рабочем движении. Смотри статьи Ленина «Международный социалистический конгресс в Штутгарте». Полное собрание сочинений, том 16, страница 67-74, 79-89. Международный социалистический конгресс в Копенгагене, восьмой конгресс Второго интернационала, происходил с 28 августа по 3 сентября 1910 года. На конгрессе присутствовало 896 делегатов. РСДРП на конгрессе представляли Ленин, Приханов, Калантай, Луначарский и другие. Для предварительного обсуждения и выработки резолюции по отдельным вопросам были образованы пять комиссий. Ленин вошел в одну из основных комиссий конгресса – кооперативную. В целях сплочения революционных марксистов на международной арене Ленин во время конгресса провел совещание с левыми социал-демократами, присутствовавшими на конгрессе. В резолюции по вопросу о борьбе с войной, третейские суды и разоружения, конгресс подтвердил резолюцию штутгартского конгресса 1907 год «Милитаризм и международные конфликты», которая включала предложенные Лениным и Люксембург поправки, требовавшие от социалистов всех стран использовать вызванный войной экономический и политический кризис для свержения буржуазии. Резолюция Копенгагенского конгресса обязывала также социалистические партии и их представители в парламентах требовать от своих правительств сокращения вооружений, разрешения конфликтов между государствами посредством Третьейского суда, призывала рабочих всех стран к организации протестов против угрозы войны. Базельский конгресс – чрезвычайный международный социалистический конгресс, происходивший в Базеле 24-25 ноября 1912 года. Конгресс был создан для решения вопроса о борьбе с надвигающейся опасностью мировой империалистической войны, угроза которой еще более возросла после начала Первой Балканской войны. На конгрессе присутствовало 555 делегатов. ЦК РСДРП послал 6 делегатов. В день открытия конгресса состоялась многолюдная антивоенная демонстрация и международный митинг протеста против войны. 25 ноября на конгрессе был единогласно принят манифест о войне. Манифест предостерегал народы от угрозы надвигающейся мировой войны. Он вскрывал грабительские цели, подготовлявшиеся империалистами войны, и призывал рабочих всех стран повести решительную борьбу за мир против угрозы войны, противопоставить капиталистическому империализму мощь международной солидарности пролетариата. В случае возникновения империалистической войны манифест рекомендовал социалистам использовать экономический и политический кризис, вызываемый войной для борьбы за социалистическую революцию. Вожди второго интернационала Каутски, Вандервельда и другие на конгрессе голосовали за принятие манифеста против войны. Однако с началом мировой империалистической войны они предали забвению Базельский манифест, как и другие решения международных социалистических конгрессов о борьбе с войной, и встали на сторону своих империалистических правительств. Крах второго интернационала есть крах оппортунизма, который выращивался на почве особенностей, миновавшей так называемой мирной исторической эпохи и получил в последние годы фактическое господство в интернационале. Оппортунисты давно подготовляли этот крах, отрицая социалистическую революцию и подменяя ее буржуазным реформизмом, отрицая классовую борьбу с ее необходимым превращением в известные моменты в гражданскую войну. И проповедуя сотрудничество классов, проповедуя буржуазный шовинизм под названием патриотизм и защита отечества, и игнорируя или отрицая основную истину социализма, изложенную еще в коммунистическом манифесте, что рабочие не имеют отечества, ограничиваясь в борьбе с милитаризмом, сентиментальной мещанской точкой зрения вместо признания необходимости революционной войны пролетариев всех стран против буржуазии всех стран, превращая необходимое использование буржуазного парламентаризма и буржуазной легальности и фетишизирования этой легальности из обвения обязательности нелегальных форм организации и агитации в эпохе кризиса. Естественное дополнение оппортунизма столь же буржуазной и враждебной пролетарской, то есть марксистской точки зрения, анархо-синдикалистское течение ознаменовало себя не менее позорно самодовольным повторением лозунгов шовинизма во время современного кризиса. Нельзя выполнить задачи социализма в настоящее время нельзя осуществить действительное интернациональное сплочение рабочих без решительного разрыва с оппортунизмом и разъяснения массам неизбежности его фиаско. Задачей социал-демократов каждой страны должна быть в первую голову борьба с шовинизмом данной страны. В России этот шовинизм всецело охватил буржуазный либерализм, кадеты и частью народников, вплоть до социал-революционеров и правых социал-демократов. В особенности обязательно заклеймить шовинистические выступления, например, Смирнова, Маслова и Плеханова, подхваченные и широко используемые буржуазно-патриотической печатью. При данном положении нельзя определить с точки зрения международного пролетариата, поражение которой из двух групп воюющих наций было бы наименьшим злом для социализма. Но для нас, русских социал-демократов, не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии. Ближайшим политическим лозунгом социал-демократов Европы должно быть образование республиканских Соединенных Штатов Европы. Причем в отличие от буржуазии, которая готова обещать что угодно, лишь бы вовлечь пролетариат в общий поток шовинизма. Социал-демократы будут разъяснять всю лживость и бессмысленность этого лозунга без революционного низвержения монархии германской, австрийской и русской. В России задачами социал-демократов ввиду наибольшей отсталости этой страны, не завершившей еще своей буржуазной революции, должны быть по-прежнему три основные условия последовательного демократического преобразования. Демократическая республика при полном равноправии и самопределении всех наций, конфискации помещичьих земель и восьмичасовой рабочий день. Но во всех передовых странах война ставит на очередь лозунг социалистической революции, который становится тем насущнее, чем больше ложатся тяжести войны на плечи пролетариата, чем активнее должна будет стать его роль при воссоздании Европы после ужасов современного патриотического варварства в обстановке гигантских технических успехов крупного капитализма. Использование буржуазии законов военного времени для полного затыкания рта пролетариату ставит перед ним безусловную задачу создания нелегальных форм агитации и организации. Пусть оппортунисты берегут легальные организации ценой измены своим убеждениям. Революционные социал-демократы используют организационные навыки и связи рабочего класса для создания соответствующих эпохи кризиса нелегальных форм борьбы за социализм и сплочения рабочих не с шовинистической буржуазией своей страны, а с рабочими всех стран. Пролетарский интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут новый интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолговечна. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны. Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом коммуны, намеченной базельской 1912 год резолюции и вытекающей из всех условий империалистической войны между высоко развитыми буржуазными странами. Как бы ни казались велики трудности такого превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала фактом. Только на этом пути пролетариат сможет вырваться из своей зависимости от шовинистической буржуазии и в той или иной форме более или менее быстро сделать решительные шаги по пути к действительной свободе народов и по пути к социализму. Да здравствует международное братство рабочих против шовинизма и патриотизма буржуазии всех стран. Да здравствует пролетарский интернационал, освобожденный от оппортунизма. Центральный комитет Российской социал-демократической рабочей партии. Написано в сентябре, ранее 28-11 октября 1914 года. Напечатано 1 ноября 1914 года в газете «Социал-демократ» номер 33. Печатается по тексту полного собрания сочинений том 26, страница 13-23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова